Мэрию сегодня пикетировали и больные с сахарным диабетом. Говорят, местные власти самоустранились от их проблем и переложили всю ответственность на государство. Больше расскажет Светлана Шакера. Вот это шприц-ручка с продленным инсулином, который кулится утром и вечером. Из-за тяжелой формы сахарного диабета Татьяна Кокарева вынуждена делать уколы инсулина 5 раз в день. Гатский препарат ей уже 18 лет бесплатно предоставляет государство. В сентябре дали лишь одну из девяти необходимых ампул. Это издевательство, это просто геноцид. И учитывая то, что у меня тяжелая форма сахарного диабета, у меня начинают отказывать ноги, зрение, почки. Жизненно важный препарат Татьяна теперь покупает. Учитывая, что пенсия у меня 1400 гривен, а один пенфил инсулина стоит 130 гривен, 9 штук купить и прожить, сами понимаете, насколько сложно. В месяц это идет о 1150 гривнах. В аптеках уверяют, препарат не дефицитный. Вот отечественная форма селинка. Но чтобы получить его бесплатно, больные должны взять у врача рецепт. А их в последние месяцы попросту не выписывают. В поликлиниках объясняют, нет денег, чтобы расплатиться с аптеками за лекарства. Государство выделило только половину от необходимого. Диабетик Владимир Харченко написал уже пачку писем чиновникам. Ему отвечают, денег не будет. У меня такой вопрос, а почему же не могут выделить деньги на закупку жизненно важных препаратов? Это все будет нецелевое использование бюджетных средств. С требованием выделить деньги для закупки инсулина диабетики вышли к мэрии. Этот мужчина показывает ампутированные ноги. У меня тяжелая форма диабета. И я 12 числа должен получить инсулин. Звоню, а мне говорят, не знаем, когда вам прийти сюда. Но в мэрии непреклонны. Государственная программа должна быть выполнена. В этой связи пусть министерство позаботится о том, чтобы она была выполнена. Нам до конца года необходимо дополнительно хотя бы 12 миллионов гривен. Пока чиновники ждут денег от государства, диабетики объединяются в общественную организацию, чтобы действовать сообща. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.